Всем зрителям большой привет, с вами Катархон, это Европа Ницелес 4, пятая серия в моде Рашины Ницелес за нашу с вами любимую Византию. Ну да, куда же без неё-то, радость такая, доброта, прекрасная вещь. Я почитал почему, 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 прочему, и она пропадает здесь спустя 13 лет, выдав очень много неприятных вещей. Кстати, плохо, что мы с вами этого-то не отправили куда надо, потому что он, скорее всего, сдохнет. Эх, ну ладно. Кстати, меня тут заинтересовало, что есть декларировать полномочия, столица, столица. Но тут нужны деньги, легитимность и что-то такое у нас будет. Я хочу пока в войну, на самом деле, сходить, взять претензии вот сюда, вот это и другая провка, но всё-таки нужны религи. И объявить войну за Софию, за Софию, Сербия. Так, смотри, 4000 здесь, 5, хорошо, вру, 5. Так, здесь мастер на осаду, да? Да, мастер на осаду воинтех. Шестой против пятого, но думаю справимся. Так, 5 вычисляем. Ааа, 6000 в Сербии, вообще фигня. Даже при самом большом желании он ничего не сделает. Ну, а самое большое желание его будет отсчитывать... Ой, подожди, зачем? Я же могу сделать вот так вот. Да? А это горы, это горы, это холмы. Виновники Мора. Силистр. Повальный бег из городов, старый честный слень, породил слух о том, что богач... А, ну это мы уже читали. Это мы уже читали, но это что-то, что-то как-то не всё читает. Так, Кастория, холмы опять же. А ты беги, ты беги, беги, беги. Ты беги, а я тут приду, это... О, в Македонию, кстати, смотри-ка. А почему минус, кстати? Типа в Македонии минусов особых не должно быть. А, река, наверное. Да, река. Чумные доктора. Так, отступает. Отступает. А он к Сербии, наверное, отступает. Длинноносые ботинки. Отчаявшиеся люди ищут причину повлияния, чем мы во всем. Например, в моде на длинноносые ботинки. Какое невежество. Ну, хотя, беды крестьян. Ну, хотят люди ходить. Ну, ходят, пускать. Ага. Я теперь его не догоню. А он тут крепость, что ли, воздвиг? Нет? Через албанские земли сейчас пойдет. Через албанские. Нехорошо. Здесь же... А, здесь... Ну, да. Здесь холмы, горы, все остальное. А куда идет? Вавлеру. Знаешь, я, конечно, все понимаю. Но ты куда теперь? В Альбасан. А, он наступает обратно. Наступает обратно. Зараза, я не успеваю. У него на сколько? На двоечку. Такая разница, что ли, сильная? Серьезно, это смешно. Блин, сейчас в горы в итоге, да? А, не, у них... Да, минус один горы. Все, да неужели, шутку. Я уж начал переживать, думал, сейчас все. Так, сюда. Сюда. Слияние, короче. Пополам, пополам. Две сюда. А это получается, а сейчас тоже чумой должен заразить, да? Сюда одна армия. Здесь пополам. Сюда, сюда, сюда. Получается, да, его тоже должен сейчас чумой так вот стукнуть. Хорошо так поговорила. Торговые недостатки, меркантилизм. Хорошо. Это кто? Это сербский... А, сербский себя промогут. Я о чем? Чему не считает никого? А, ну хорошо, когда рекрутов 0. Ты-то еще и в Сербию идешь. А Белград ты забрать не хочешь, нет? Да охренеть ты просто. Давай еще. То есть он сразу в Сербию. Ну просто сразу в Сербию. Ха. Хорошо. Иди к черту. Ты издеваешься? Сербский сепаратист Хорватия. Ничего ты против меня воевать будут? Не, это, конечно... Красиво. Ага. И вот основная цель, вот что было. Я тебя понял. Я тебя понял. Я тебя понял, мой друг. Я тебя понял. Хорошо. Иди, пожалуйста, к чертям. Хорошо. Ну чума опять не щадит никого. Опять минус рекруты, конечно же. Я не удивляюсь, что теперь у нас только минусы рекрутов бывают. Умри, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Вот большое тебе спасибо за то, что ты умер. А почему две тысячи хватает? А, тут только две надо. Ну хорошо. Все. Осаждаем все, что только можно. А тут еще вражеские корабли, кстати, есть. Ну-ка, подожди, пойдем разберемся. Так. Технологии, идеи. А что нам надо по этим? Здесь для реформы надо дипки много. Здесь ничего такого нету. Мир. Легитимность. Стапку. Стапку поднимать дорого. 195, между прочим. Может, возьмем доход от налогов все-таки. Что-то я как-то по ним пошел и не беру. А это содержание армии, извини, военных традиций, между прочим. Ставность подкрепления, стоимость военного налога. Ай, аж сколько раз я его взял. И я его забываю за каждый раз включать. Я просто это. Волшебник. А что, я не смогу победить? А, бывает дух меньше. Но в остальном-то все хорошо. Да, все разбил. Все разбил, проблем не испытал. Нет худа без добра. Церковь должна делиться. Чего? 2900? А-а-а, ну как бы. Да, церковь должна делиться. Так, уха, повернула. Вернула монет 80 где-то в отместочку и такой, ну все, церковь. Ой, блин, церковь. Так, у нас что-то есть по решению. Отреставрирует собор Святой Софии. Две с половиной тысячи. Давай. Я не знаю, сколько он у нас потребует денег на самом деле. Ну раз у нас полно денег, халявных полученных, то почему бы их не потратить. Это претендент сейчас в столицу пойдет, да? Нет. Ну скоро туда доберет. Чума в больших городах. Так, давай-ка мы тебя уберем. Ну реставрация, видимо, требует какого-то времени, что, кстати, логично. Так что... Золотая была. Давай быстрее, пожалуйста, забери эту крепость. Ну не говори, что он сейчас на две тысячи придет и шокит мне две тысячи еще, а? Да неужели хотя бы здесь осада закончилась? Так вот сделаю тогда все. Так, какое-то решение. Обучение наследник. А, можно по-разному, да, обучить? 4-3-5. Я бы его, на самом деле, обучил в дипку. 60% наеднерочку. Ну тоже неплохо. Отлично обучился. Ага. Ага. А я тебя понял. Ну это было ожидаемо, кстати, то, что он сюда пойдет. Я прям ждал. Так, минус один у него. Но у него двоечка за огневую мощь. Ну что, у меня троечка на шоку, конечно. Но двоечка на боевую мощь, это приятнее. А зачем я так усердно воюю? Серьезно, зачем я так усердно воюю, если я уже могу сделать вот так вот. А любой забор других провок очень дорого будет выглядеть. Хотя, смотрите, коалиция только за забор Рашки. Да, и коалиция из Болгарии. А это по регионам чего? За Черногория. А, ну да, нормально. И могу еще вот так вот забрать. И коалиция Византии. Во, вообще нормально. 50 церковь расширения. Куча денег. Ну ладно, кучи денег не будет. Все тогда. И отказ сад. Не интересует. Давай тогда настаточки деньжатки. Вот так вот заберем. Много, конечно, агрессивки, все такое. Ну давай. Все-таки заберем себе неплохую территорию так-то. Регионы как раз подконтрольные. Так что, ладно. Сойдет. Не просто так же воевали все-таки. Правда, почему-то та территория так выставать хочет. А что так? А что так? Вот это вот хочет выставать. Здесь религия. Да, здесь религия другая. Обидно. Обидно. Хей. Как долго-то. А я могу здесь кого-нибудь выделить? А нет, не могу. Долго и дорого. Долго и дорого. Долго и дорого. Ну ладно. Звезды захватил, на самом деле. Хотя, с другой стороны, если не я, то потом бы Сербию кто-нибудь к себе прибрал. Так что тут тоже, знаешь, игра такая. Если это не ты сейчас, то потом тебя... А на тебя... А, война, союз с Сербией. Союз с Сербией? Интересно. А может быть сразу же на него сходить? Да ну нафиг он серьезно. Давай на него сразу. Вот так вот объединяем. Берем еще парочку, троечку наемничков. Типа у Сербии и так проблемы, и она не сможет зарешать. А мы здесь захватим территорию. Так что давай. Да, давай. Давай. Молдавия не будет поддерживать ей на это пофиг. Все. А видение была, крепость. Да, гарнизон есть. Вот и все. Вот и все. Вот и все, как говорится. Так, ты идешь, виден забираешь. А ты идешь здесь пилишь. По-моему, Сербия только что немножко... А прифигела вторая война подряд с нами просто такая. Ну знаешь, для красоты. Ну конечно, садочка минус это, это вообще приятно. Я только что попилил Сербию, но давай попилим Сербию еще раз. Повтор. Репит, пожалуйста. Пожалуйста, повторить. Еще по одной. Так, здесь получать отношения надо. Да? Да, надо вам. Смирите. Смирите все хорошо. Правда, раздражены из-за претензий. А, это мы типа на Эмиретью раздражены за претензий. Ага. Ну я раздражен, да. Я очень сильно раздражен, знаешь. Прям очень-очень сильно. На самом-то деле мне все равно. То есть, мне это все равно на это дело. Ну мы сейчас так неплохо повоюем. Сейчас мы неплохо так еще и территорию заберем. Чума в больших городах. Много неприятных вещей. Много творится. Но ничего не поделаешь. Тяжелые времена, знаете. Все-таки не зря, получается, повстанцев тогда убивал. Так. Давай берем вот этих вот. И вот эту троечку отправим сюда. Ну просто, чтобы сейчас этих рекуртов не тратить. Так. Так, получается. Чтобы не тратить рекуртов особо. Ну хотя, вот, их можно сюда будет сейчас посадить. Чтобы они немножко поистощали эту территорию. Давай. Грабите? Грабите. Отлично. Чумные мази и отравитель. Пораженные размахи и гибельность эпидемии, обыватели не могут поверить, что подобная катастрофа может иметь естественное происхождение. Чумной яд в форме некого порошка или, как чаще полагают мази, должен распространяться отравителем или отравителями, под которым понимают неких изгоев. Да-да-да, крысы, все дела. Враждебно настроены к основной массе населения. Кроме того, повальное бегство из городов, охваченных болезнями, породило анархию, панику и власть толпы. Из страха перед болезнью любого вызывающего малейшее подвержение силы волокут в лазарет, место столь ужасное, что многие предпочтают покончить с собой, лишь бы не оказаться там. Да, в случае преднамерного возражения действительно случается. Обязанные своим появлением с уверенностью, что избавиться от чему можно, передав ее другому. Посему больные специально толкаются на рынках и цирках, норовяя задеть или отдохнуть в лицо как можно большему числу людей. Кое-кто подобным образом спешит разделаться со своими недугами. Ой, дебилы, ой, дебилы. А, я могу 300 монет отдать. Займ я брать не хочу. Но легитимность халявная мне нужна. Легитимность халявная мне нужна однозначно. Другое дело в том, что эта легитимность сейчас получить будет дорого. 200 монет. Опять же, военный налог. Но все равно первая автоматически выберется. Я просто денег стрясти в таком количестве не смогу. Да ведь? Коррупция. Прогресс, реформ, минус 25. Не хочу я стапку терять. Идите уже к чертям своей стапкой. Серьезно, уже заманали. Стапка, минус, стапка, минус. Все время минус стапку делают. Отлично. Ты же мне выплатишь деньги? Да, 85 монет. А я могу забрать? Видим. Да не, я не хочу забирать. Это слишком. Это слишком. Не хочу ничего тебе забирать. Какой-то там из расширения маленький. Отказ претензий. Ты не хочешь отказ претензий? Ну вот, отказываюсь. А, так претензий. Это тоже не над справки. Зачем я на это потратился только что? 350, 360. Ну так, сейчас, сейчас замутим. Сейчас замутим все дело. 364. Во, идеально прям. Легитимность халявная. За денежку, правда. Но она все равно халявная. Мы же ее получили-то бесплатно. В итоге-то. В итоге-то мы ее бесплатно получили. Все. Чума не щадит никого. Ага. Опять Чума никого не щадит. Смотри, бердышников-то она пощадит. Хи-хи. Я себе тысячу-то найму. Мне все равно. Я тысячу-то себе успею нанять. Так что мне нормально. Хорошо так подъели. На самом деле. Национальные профки-то все вернули. Притом я бы даже сказал неплохо. Так вернули на сер. Хотя бы не оспоренные 1,3 всего. Венеция. Угрожать войной. Она себя чувствует не очень хорошо. За нее заступается очень много стран. Мне не вариант. Гены вообще бессмысленно, мне кажется. Угрожать войной. Понятно. А этому, если поугрожать войной за... Во, смотри, не койся. До третьего. На 5 лет перемирия. Но я получил провку. Вау, потом кибрис можно. Так, мирян на посты. Число админка, либо... Давай возьмем, кстати. А, нормально. За 7? А что так много? Свирепствующую чему? Ничего себе. Ну-ка, за 7 месяцев сейчас территорию обработаем. Интересно. А что как? Денег-то, 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 денег-то дайте на это дело. Вот, точно. Денег-то на миссионера надо много. Хм. Пару месяцев. Собрать совет. Мудрейших. А, вот этот ивент. Вот это и надо собирать. А может мне кто-нибудь денежку дать? Дайте денежку, добрые люди. Дайте денежку. Никто не хочет. Нет. Мне кажется, никто не даст деньги просто так. В этом мире-то. В этом жестоком мире никто просто так с тобой денежкой не поделится. Ты должен зарабатывать ее сам. Тогда, может быть, на что ты и понадеешься. Так, права доступа. Да, ну тут все есть. Да. Ни при каком раскладе я не смогу сыграть в деньги, да? Даже содержание этих крепостей и всего остального. Нет, тут никак не сыграешься. Все равно денежку придется убрать. Я как-то деньги растратил на реставрацию собора, видимо, и все. А он долго будет идти? А, вставить в состояние величия. В состояние строительства. Всего великого произведения. Да-да, я понял. Я тебя понял. Я тебя понял. Приятно. Принято. Принято. Принято сделано. А, здесь только империализм. Я думаю, здесь захват есть. Вот надо бы Османа вывести, но Осман совесть в Крым, Рамазан. Он очень сильно здесь в союзах сейчас замучен. На Венецию, конечно, можно попытаться сабриковать. Потом попытаться великая держава разорвать союзы. Но он меня пошлет на это дело. Мне очень приятно. Повлиять на державу. Либо же взять на себя внешний долг. А-а-а. Ничего себе, можно вот так вот. Не, не хочу с тобой ничего делать. Давай тайной операции пока шпионской сети поставим. Тоже вещь, конечно, такая себе по нужде. Ну, если мы просто здесь религию сменим, это будет, конечно, удобно. Свет мудрейших. Приступим к работе. Подожди. Подожди. Бердышник. А что, как деньги вдруг вверх? Странно. А что деньги-то вверх пошли? Непонятно. Административные действия. А-а-а, ясно. Похоронные команды. На все надо деньги. Административные действия. И так далее. На все надо деньги. Денег нету. Но вы держитесь. Вином закрыть этак 3 таверны. Закрыть публичные дома. Вернуться всем сбежавшим. А, кстати, дешевле стало. Ну, давай возьмем вот этот вот. Одну возьмем. Венгрия не может быть больше нашим соперником. А что случилось такое с Венгрией? Она ослабла так сильно. Я просто соперников беру чисто по-чистому. Чисто потому, что надо. И не более того. Это, конечно, выглядит странно. Во, хорошо. Ну, кстати, мы свою пользу-то от чумы-то все-таки поимели. Кукис. Кукис за 15. Ну, это уже как бы намного лучше смотрится. Намного лучше смотрится. За такую-то цену. Ну, пускай пока останет 16 тысяч. Это не такая большая армия, конечно. Бумажная империя, что жизнь дится на бумаге. Он меня все равно заставляет нанимать вновь и вновь. Ну, ладно, хоть можно так. Ладно, хоть можно не в минус вводить. А сколько? Все равно 184 осталось. Да, видимо, от общего дохода зависит. А здесь что, горожане? Ой, Византия до 58. Независимость Феодора. За вход к Константинополе крестоносцами. В то время лишь осколки Византии и Трапезунской империи, обладавшие свободным выходом в Черное море, сумел сохранить связь с заморскими колониями Византии, оказалась их наследством. Византийская фема Херсон, расположенная в Крыму, получила новое название «Пирати». А какого? Чего? Феодора... То есть теперь он взял, выделялся и такой «Я хочу воевать!» И все. Ты издеваешься? На каком основании сейчас выделяется из меня страна вообще? Как это можно понять просто? Византийская фемиционер. О, политико-культурной терпеливости к нашим людям, к нашим соседям. Похоронная команда, 180. Конечно же нет. Какой нафиг уходит с миром? Давай вместе еще продождем, у нас время есть. Что это за уходят с миром вообще? В Аллахия вступилась. Не, ну нормально, вы, конечно, молодцы. Еще и в Аллахию мне в эту войну загнали. Классно, молодцы. То есть не пойми, откуда являвшаяся страна сама по себе. Она еще войну мне объявляет. Приехали, блин. Так, погоди. Сейчас начнется. Как ты? А, ну хорошо, хоть так. Ты иди просто к чертям, пожалуйста. Спасибо. Я просто фигею над этими родном наметями. Типа, война, война. Хочешь? Нет, не хочешь? Ну, не важно, ты повоюешь. И не только с Феодорой, еще и с другими странами. Просто за надо. Просто за надо, да, конечно. Просто за надо. Еще сейчас давайте мы ей отдадим эту. Сколько тут надо? Девяточку, да, будет? А, семерочку. Семерочку, кстати. Тогда мы отсюда разделяем этого. А этих погнали. Пам-пам. Сюда. Сюда. Половинку сюда. И сюда. Не, ну здесь так-то вышло нормально. То есть, ладно, не спорю. Война с Валахией вообще не в тему. Нетерпим обществе опять. Набег казаков. Казаки получат. Получат. Византии от Эмеретия. Ну. Казаки народ вольный. Я не могу ими руководить. Извини, конечно. Как можно отмазаться? Извини, я казаками руководить не могу. Это не мои дела. Не я хотел. Не мое. Все не мое. Мне просто интересно, зачем мне вообще пилить Валахию, ибо это мой союзник. Давай еще восстанем. Конечно, Минташи, восстанец. Сурханский себе еще хотят восстать. Я что-то как-то отвлекся от повстанцев. А их как бы здесь всегда будут теперь. Сколько? 14 тысяч. 14 тысяч. Инфляция. Прекрасная новость. Я вообще не понимаю, на каком основании выделилась армия вдруг. То есть, взяла просто так, бам, и появилась. По-моему, это немножко странно. То есть, я понимаю, да, какие-то ивенты, какие-то события, но не так же в открытую их прям раз и давать. То есть, ну это... О, Минташи, кстати. Ага, да, я же ее не контролирую. Спасибо за то, что дали пробку, которую я не могу контролировать. Подожди. А что, мне теперь надо больше? А, это типа, да... Подожди. А что? Я же уже это делал. Надо что-то все вместе, что ли, прожать? Чему отступают? Стабильность, стоимость стабильности Византий потеряет... Ага. Так вот. Я, правда, опять денежку возьму. Но могу не взять. Если я как-то сейчас торговцев выдвину, то я могу не брать денежку. Торговцы, по-моему, уже везде расставлены, где только можно. Они еще и были унижены мной. А, ну еще они были потеряны отсюда, ясно. Да. Я и забыл, что оттуда они были выкинуты. Таким прекрасным делом, как... Да. Ну ладно. Хорошо. Оставим пока. Потребуем денежку отсюда. Чума отступила. Стабка плюс еще один. Три стабки. Три стабки. Не, конечно, я не против трех стабок. Так, ну здесь мы пока военный счет имеем. Ничего себе на... Вот это он там грабеж совершил на 500 монеток. Так, пойдем разберемся. Ладно, хоть нам на этот грабеж все равно. Так, мне интересно вот почему. Дипломатия, стабильность, философ, админка, мир, число займов. Блин, больно. Слишком очень много. Слишком не для меня сейчас. Слишком, знаешь ли, да, не для меня. А что, мне даже Феодора мир предлагает? Ты думаешь, я что, соглашусь с тобой на Белый мир? Ничего не забрав, я тебя как бы захватить хочу. Я вообще не понимаю, почему я должен захватывать свою территорию. У меня стабильная ситуация в стране. От чумы даже, блин, освободился. Но нет, какой-то захват. Да, число военки плюс 50. Все-таки странности пока хватает. О, Москва, она с соперником бевела. О-о-о-о, Москва. Ну, конечно же. Борьба за единый град. Почему бы и нет. 16 тысяч, да, надо? 16. А, ну, собственно, чего здесь переживать-то сразу 16? Вот так вот, погнали. Да, ну, конечно. Она, как всегда, в своем репертуаре. Дела немножко подвисла. Высаживаемся-то я, конечно же, туда. 9 тысяч уже. Мировая... Опять мор. Я только что разобрался. Так, давайте мне еще чуму повторно не давать. Я только что в нее влил столько денег, чтобы побыстрее от нее избавиться. Хотя она сама бы скоро закончилась. Так что не надо мне тут сейчас. 10 тысяч. Нормально, нормально. 10 тысяч откуда? А, не знаю. Просто волшебным образом. Сейчас еще и Феодору крепость, да, забирать. Да, тут что сейчас и крепость забирать. Хм. Конечно, вот война просто из ниоткуда и ни с чего вдруг. То есть ее не должно быть. Чисто так-то если подумать, то ее быть не должно. Этой войны. Но нам ее дали. Сказали, вот видишь войну? Хочешь войну? Вот, имей. Воюй. Воюй здесь. Это получается, что можно было даже не забирать, по сути, эту территорию. Ну, тогда, когда нам ее передавали повстанцы. Потому что, а смысл? У нас все равно с ней будет проблема. Да ведь? А есть это на миссионеров? Надо беспорядки, ДИСА, скорость институтов. По институтам. По институтам все пофиг. По институтам вообще все бессмысленно. А это какой институт? Это уже пороховой век. Ну, как бы пороховой век особо нигде не наступил. Хотя отставание-то есть. Я просто, может, думаю, иконку взять. Хотя, с другой стороны, 10%. Это очень неплохо так бонусы дает. На религию нет. На религию надо копить. Тогда давай копить. Реформа, литургия. Авторитет, легитимность. Не будем копить. Не будем копить тогда, подожди. Тогда мы с вами возьмем стоимость внедрения. Наверное, скорость рекрутов у нас в беспорядке. Стоимость зданий. Я не знаю, что из этого нам на самом-то деле особо это и надо. Института. Распространение институтов в плюс 25 очень мало даст, на самом деле. Ну ладно. Легитимность. Я хочу просто халявную легитимность получить. Бесплатную. Но она реально халявная. Не, я так-то очень рад побывать с Валахи. Это же прям цель всей моей жизни. Хумский сепартиц. Хум ко мне не пойдет? Не, не пойдет. Прям цель всей моей жизни побывать соседом. Особенно ты с Валахи, которая мой союзник, как бы. Все друзья, братушки. А теперь давай захватывать, воевать и друг друга как бы это обижать, да? Не хочу я ее захватывать. Ну не хочу. Серьезно, не хочу. Хотя бы она-то могу забрать. Вот это бы я забрал. Вот так вот. Вот так вот. Ограблю ее полностью, выплату репараций, попрошу отказ от претензий. Кину союзника. Да, конечно же, кину полностью союзника своего. Так, престиж можно получить. Она мне обидится за это дело. Ну, конечно же, обидится. А нет, все это нормально смотрит. Ха, могу предложить доверие. Минус 24. Почему от тебя мне доверят? Я все равно из-за того, что я воевал, просто доверие отняли. Да, еще, конечно, из-за того, что захотел претензий. Но просто из-за того, что воевал, уже отхватили. Но это нечестно. Я не хотел. А че, как много-то? Ничего себе. Че нам как много-то? Агрессивки за какой-то Феодор дают столько агрессивки. Это наша национальная оправка. Она была под нашим... Че, мать вашу? Че? Мне еще и национализировать ее за 200 очков? Да. Понятно. Понятно. Почему бы? Нет. Почему бы? Нет. Да, да, да. Сейчас бы национализировать за 200 территорию, которая твоя национальная, официальная, все хорошо. Ну... Давай национализнем. Давай национализнем. Это же само собой разумеющееся. А ты че хотел? Захватил его, возвращай обратно. Да, да. Агрессор должен страдать. Конечно же. Только агрессор не я, а Феодоро, который решил от меня отколоться. Так не важно. Страдаю я. Все логично. Давай минус одну денежку выплатим. Я просто... Я просто рад. Я просто рад. Давайте будем позитивными, хорошими, с хорошим настроением. Совсем таким. 196. Да, 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 да. 196 очков. Куда ты выкинул их? Куда? Куда? В топку. Ну, правильно, так и надо. Тысячу монет, число займов меньше одного. Философ админка. Там, кстати, войны идут в активный. Ябер с радостью сейчас ворваться в войну. Вот серьезно, с радостью. Дипка 400. А, ну, это мы уже взяли. А здесь надо легитимность 90 и денег. Ну, что в торговле. Нет, спасибо. Нет, спасибо, потому что мне и так хватает проблем с этим делом. Потребовать поддержку за 50 всего. Спасибо, тоже. Да вы серьезно? Дали дипку, отобрали дипку. Дали дипку, отобрали дипку. А у нас чума еще висит на этих правках? Да. Она еще будет висеть очень долго. Кстати, печально. Серьезно, печально. Так, а что у нас по территории? Вот эту можем, да, пронять? И еще мы можем пронять территорию вот эту вот. Тут сунизма, кстати, много. Тут сунизма много. А также свой доход. А, ну, они же национальные, да, выходит для нас. То есть нам тратиться на них не надо. Хорошо. Кстати, удобно. Это очень удобно. Сейчас мы еще и Минташе переведем. Ну, горожане вообще просто уже в никуда впали. А я же их размещал, да? Давай сюда этих горожан. Радуйтесь, денюжки мне приносите. Давайте. Я надеюсь, больше подобных ивентов не будут на нашей территории появляться. И серия. А, вот там, там. То, что было. И нам надо отобрать эту территорию. Я надеюсь, такого больше не будет. Угрожать войной. За... Непонятно. Не хочет. А, это что за? Алая какая-то. Осман жив-здоров, кстати. Эприфиде, Алая, Фадель. А и мамлюки не хотят? Не отношения. Ну, он гору брать, это очень пока такое дело. О, у нас национализация скоро пройдет. Это повысит количество наших денег, кстати, в бюджете. О, хорошо. Ну, это просто меньше коррупции, меньше проблем. Задание выполнено. О, продолжение военных реформ. Почему бы не взять? Почему бы не взять? Так, админка 150, военка 150, легитимность деньги. Венеция не может быть соперником. Я тебя понял. 900 монет. 900 монет. Ну, Московия, это единственный вариант, кого здесь можно вообще закинуть. Московия сильнее нас в 161 раз. А что вы хотели? Московия такая. А война с Рамазаном проведет к войне с Османами и Садыгей. Хм. Хм. Османы. Те, с кем я воевать-то вообще-то не хочу. Но те, кто мне когда-то кровушку давным-давно попортили. У нас бы вот это убрать на самом деле. Советники здания идеи. 0.13. 0.13. Это получается... Да, здесь вот экономические реформы, да, надо завершить. Легитимность нужна. Легитимность можем, конечно, поднять, если военка будет лишняя. Но военки лишняя, как вы понимаете, у нас тут бы-то нету. И даже если была бы, я не стал тратить на такую фигню. Так, что с Венецией? С Венецией все вообще весело, как я посмотрю, да? Ну, тут недавно войну какую-то провела. Она чуть ослабла, но не так, чтобы поддаться на наши вопросы. Ну, вот, смотри, вот чуть-чуть, вот, вроде бы, картина. Но базовое значение и относительно силы. Показывает то, что она давать не хочет. Эпоха рассвета. Число админку. Военных. Не, военных. А, подожди, что я выбрал-то? А, ну да. А, нет, а что я выбрал-то? Что-то выбрал, сам не глянул. Я думал, там военные, но вроде как в войну их не добавила. Странно. Так, миссионера в Ахриде. Ну, это как раз албанская территория, албанская культура. Так, смотрим по отношениям с нашими союзниками. Здесь получаем. Здесь надо, кстати, раздавать ему... А, можем, кстати, попросить о торговое влияние. Ну, короче, сделать его будущим этим, вассалом. Хотя он не согласится, потому что нацправки есть. Хотя странно, это нацправки, но не такие серьезные. То есть... Никогда не терял. То есть он всегда будет на нас. А мы потеряем, кстати, к 1459 году. То есть как-то странно это сделано. О, Рамазан. Брать войной. А вот фиг тебе. Не хочет. А нападать я тоже не особо хочу, потому что... Адыгея. Ну, Адыгея, допустим, не страшна. Хотя она сюда может прийти. Сманской империи вот неприятная. Хотя, что я переживаю эту. Смотри. Я могу сделать вот так вот тысячу. Посадить тебя сюда. Отвезти тебя сюда. Мне надо же захватить только эту территорию. Я ее захватываю. У меня все хорошо. Там я чуть-чуть, чуть-чуть где-то подействую. Давай еще деньги выплачу. Идеально. Все, у меня денег полно. Все хорошо. Времена, нужды. Так. Наши дипломаты. Дипломатического... Военный. Давай военный. Самое интересное сейчас это получить военную помощь, по-моему. Да, Византия получает от Неполя 25 военки. Идеально. 250 здесь. Философ, деньги. Для того, чтобы получать философа и деньги, надо, естественно, сделать сейчас одну красоту. Надо повоевать. Ну, а все любят войну. Я без вопросов знаю, что вы все любите войну. Еретиков. Отлично. Убрали. Сейчас за 6 месяцев за 10 монет, блин. Минташа. Не, ну в какой-то степени это удобно. То, что там очень быстро религия сейчас... А, смотри. Смотри, какой хитрец. Смотри, какой хитрец. Он понял мой план. Нанил здесь тысячу. Нанимает еще тысячу. Мы что, будем бодаться, кто больше здесь войск нанет? А, он воюет. Подожди, а может, я тогда смогу ему угрожать войной? Если бы не недавно угрожал, на самом деле, это было бы проще. Он сейчас отсюда выйдет, кстати, войска, так что... Во, византический сепар. Осман воюет с префитом. А если объявлю тебе войну? Не только Адыгея вступится. О, даже Осман решает не вступаться. Ну, нормально так-то. Адыгея. Это, кстати, православие. Ха, интересненько. Ну, тогда извини. Тогда извини. Дела такие. Дела такие, что я хочу тебя забрать. Извини. Отлично. Флота больше нету противника. А нет, есть. А у кого? У Адыгеи. А, нету. Сейчас поймаем. Не весь, конечно. Выбил все-таки. Там флота Адыгеи, да. Я бы просто его весь хотел выбить. Ага, пошло-поехал. Погоди. Так, Минташа готов. Не успею, да? Не, не успею. Мне кажется, еще ни в какую. Или успею? Интересно. Не успел. Даже не захватил. А что, падение престижа? Я что-то потерял? Да нет, вроде все нормально. Или я потерял... А не претензии ли я потерял? Клочки земли? Нет. Все нормально. Не понял. Ладно, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, не переживаем. Феодор. Урбанизация. С 99 монет. Хороший бонус. Плачетан, давай. А ты че? Я не туда изначально отправлял. Так, а что такое? Это крымский сепар? Ну, удача. Конечно, фигею над ним. Взяли такие, высадились в меня. Решили позахватывать. Так, 25 в Дидиме. 30 в Гаузине. Далматские сепары. Через 4 года в Каторе. Мне не радуют эти Каторские сепары совершенно. Ну, я так понимаю, я против них ничего сделать не смогу. Ой, как тяжко-то я... Как тяжко я пытаюсь побить парочку тысяч. А, подожди. О, погнали. Я уж испугался. Думаю, сейчас будет тяжко. Нет, все нормально. Все нормально. А, ну да. Я могу сделать вот так вот. И вот так вот. Дай пить у него. Хорошо. Так, у тебя получается воин-то полно вообще со всеми. Надо бы это вывезти, кстати, сюда. Вот, что я там сижу-то сделал. Все, сейчас здесь спокойно заберем. Конечно, смана было бы тоже неплохо прищемить в этой войне. Ну, ладно. Не так критично, что есть. Что есть, то есть у нас с вами. Главное, мы взяли цель войны. Дипломаты влияют. Хорошо, что дипломаты влияют. Я этому рад. Так. Сепары Катора. Маккри, кстати. А что с Маккри так? А. Там восстание было очень много часто. Поэтому. Так, у нас хотя бы рекруты в запасе есть. А, ну понятно, я сейчас же это... Воевать старался аккуратно. А сейчас что-то я решил воевать неаккуратно. Здесь две тысячи надо. Три. А сейчас я что-то на аккуратную войну забил слегка. Это не очень хорошо. С Боснием империализм потерялся? А почему? А, хум выделился. Ой, католический. Католический православный. Сиди там. Я не против. Пускай хум сидит. Я вот на эту потерял. Нет, я ни на что не терял. Мор ушел просто. А ты не можешь мне продать провинцию? Почему не могу противника попросить провинцию? Так. Да что? Что никак не возьмешь эту территорию? Хе-хе-хе-хе-хе. Там всего-навсего одну проволочку взять. Интересно, а мне здесь земли-то нужны? А, надо дождаться битвы кораблей точно. Я же забыл, что пока битвы кораблей не пройдет. Никакого мира-то и не будет. 23. В Калицию, Сербия. Отлично. Смотри, Византия здесь получает немножко контроль. Ну, как бы, православие, все дела. Это, получается, я сейчас Эмеретию просто, смотри, зажал в тисках. То есть и не сюда, и не сюда, и только продвигаться вот на эту территорию, на восток идти. Удобно. А что я, собственно, хочу передвигаться-то? А, ну, как бы, да, хочу. Феодосию. И Феодосию. Надо же еще с этим разобраться. С оставшимся-то противником еще ничего не решено. Еще далеко ничего не решено. Ну, давай, быстрее. Как он все-таки порой долго передвигается-то, да? Да, восстанавливать даже не буду. Я погнал. Я поплыл. То есть сейчас эти все провыграют, я буду очень рад. Я надеюсь, что Ангоре не до этого. А я с тобой, кстати, согласен на мир вот чисто такой. То есть отдай мне территорию, и мне на остальную пофиг. А, нет. Мне на остальную не пофиг, а деньги хочу. Я хочу деньги. Кучу денег. Кучу денег, богу денег. Не успею, да? Ай, не успел, не успел, не успел. Обидно, обидно сейчас было. Вот сейчас было обидно. Ладно, жадность нам не нужна. Возьмем денег, сколько дают. Вот неудобно, что закрывают. 55 монет. Нормально. Я, главное, вернул свою нацпровку. Кипр. Это хорошо. Я здесь сразу же поставлю себе горожан. Кстати, с нее доход-то 0.67, ничего себе. Вот это я повоевал сейчас. Это приятно. Приятно, без вопросов. И все нормально в целом. В целом все нормально. Еще и две здесь профки заимел. Халявные такие, удобненькие. Так что, по-моему, все вышло вполне себе хорошо. Я потерял претензии все, но и фиг с ним. Ну и, погоди. Можно же сделать сейчас вот так вот. Да, плыви сюда. Потому что там восстания планировались. И нам надо по решениям все-таки сами посмотреть, что к чему. Деньги тысячу — это долго, философ. Хотя вот интересно смотрится. Здесь нам надо добить легитимность и казну. Так, ну легитимность я могу поднять, конечно. укрепить правительство. Типа вот так вот сделать. Деньги надо еще. 399. Я мог, кстати, в войне забрать денег побольше. Но сейчас у нас доход, кстати, так хороший. Так что, вроде как, все нормально. Венец вот не хочет ничего мне отдавать. Вот я бы у нее забрал. Я бы не позабирал территории. Воевать невыгодный стоит. Давай, ну, 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 не надо. мои сепары погибли нет обидно плакать то мы не будем просто обидно а у них нет провинции подожди я потерял в плане я потерял претензию классно то есть у меня была была претензия потом бац и не стала из-за того что восстали и забрали что ли или из-за чего зачем мне претензии то вдруг перестала существовать и у меня очень интересно на самом деле так ну ладно можем ускоренное развитие себе сделать это нас беспорядки престиж и годовой земли легитимности политика ассимиляции кстати доступно сразу же мы платим очень много очков стоимость имени культура стоимость времени тут распространить институтов но у нас уберут вот эти вот дебафа на стоимость на вертиков на миссионеров здесь админку 500 можем добить реформы здесь ничего не можем здесь тоже ничего не можем военку надо 4 то мы не добьем и можем вот это добить а здесь у нас нас беспорядки да я сначала добью вот это вот здесь надо 500 500 админки админка 500 потребовать мы можем сделать можем сделать это минус 20 35 арта религий арта религий арта религий туда у туда засадим священников сюда тоже священник ванан 150 же до добиваться чё я делаю это смысл смысл садил там все равно при 150 только будет а ну и чтобы доход это не потерять точно я хочу я я же это хотела сделать зараза теперь еще одну территорию сейчас очень много будет нормально чтобы не было дебаф от священников еще могу подношение сделать нет не могу слишком дорого для меня извини слишком дорого отреставрирован собор святой софии в аминь доходы от налогов плюс 10 число рекорд в провинции плюс 10 0 процентов миссионер плюс один изменение престиж за год плюс один хорош хорош просто так завершаем экономические реформы доход от налогов на пять лет конечно это все фигня но по-моему все это делается чисто ради красоты вся а корфу надо забрать у него военных союзников хватает кроме меня урбина онкона падает села кину то есть заради корфу он меня тоже кинет не ради корфу конечно почему я здесь нулевка а феодальный довероправа закон об этом положительная ставка легитимность понятно у нас 25 доход ничего себе у нас рекрут в кстати р4 50 растет так что вот почему у нас все так хорошо так здесь админки сотку и деньги админку и деньги ха админка деньги у нас доходы от налогов офигеть какие желание свободы в субъектах на василь она эту наследника 445 кстати 445 идеально подходит для следующих этих можно будет потом убить нашего этого правителя и с помощью него связи 250 копить конечно долго будет ладно не будем тогда ждать насчет по времени по времени уже пора заканчивать но в целом мы с вами наконец-таки разобрались чумой да все дела завершили экономические реформы на грани завершения культурной ассимиляции то есть с не будет вот этих вот негативных добавок на веру на института на все остальное потом мы с вами спокойно сможем сделать возвращение лица государства не сможем то есть мы сможем скорее всего сделать вот это вот еще и сделать школу да то есть это дело мы сможем заделать и в целом неплохо так по заданию продвинемся а кстати мы скорее всего изначально сделаны смотр невеста шанс основного наследника до стену в галлиполе можем тоже сделать но я не вижу меня пока смысла потому что тут только чисто престиж и крепости там где они мне не нужны поэтому их пока наверное с вами оставим как есть греческий огонь а он еще долго может делаться установить святой дворец я вот над ним думал на самом деле я бы наверное сделала вам здесь опять же смотри здесь нам надо госдеятеля поймать и 1600 это очень дорого но так можно и кстати правитель идеально для того чтобы написать книжку но год пока не тот ладно всем спасибо за просмотр не забудь поджать лайками комментариями советами мы вот такую мощную страну имеем с альянсами которые видите на экране ставьте лайки комментируйте оставляйте предложения и всем до скорых встреч пока пока